Всем привет! Это видео о том, как войти в BIOS или UEFI на компьютере или наутбуке и настроить загрузку с флешки или CD-DVD диска. BIOS это собрание микропрограмм, которые позволяют провести настройку отдельных комплектующих системного блока, а также установить загрузку с CD-DVD диска или флешки для последующей установки операционной системы. UEFI это более современная модификация BIOS, которая имеет графический интерфейс. Чтоб зайти в BIOS или UEFI перезагрузите ваш ПК. Сразу после включения компьютера вы увидите окно, где будет указано сообщение с сочетанием клавиш для входа в BIOS. В моем случае это Press Del to Enter Setup, где Delete и есть та клавиша, на которую нужно нажать. Для разных производителей ПК или BIOS она может отличаться. Например, вместо Delete может быть клавиша F12, F10, F2, Escape и так далее. Подробную информацию об этом смотрите в описании. Хочу отметить, что не все Bluetooth клавиатуры будут работать в BIOS, поэтому лучше использовать обычную USB клавиатуру. Существует три основных разновидностей BIOS. Это AWARD, Fenix AWARD, AMI, American Megatrends и UEFI. Рассмотрим их всех по порядку. AWARD, Fenix AWARD BIOS выглядит примерно так. Количество версий данного BIOS довольно большое и у вас он может немного отличаться, но дальнейшие действия будут идентичными. Для того, чтобы загрузиться с флешки или диска, заходим в раздел Advanced BIOS Fetures. Мышки данным BIOS нет, поэтому нужно использовать клавиши стрелочки вверх и вниз для выбора раздела и клавиши Enter и Escape для входа или выхода с раздела. В следующем окне ищем пункты Hard Disk Boot Priority и First Boot Device. Если вы хотите загрузиться с CD-DVD диска, то в пункте First Boot Device меняем указанные устройства, на CD-ROM. Если же вы хотите загрузиться с флешки, также заходим в раздел Advanced BIOS Fetures, как и в предыдущем случае, и меняем значение First Boot Device только уже на Hard Disk. После этого заходим в пункт Hard Disk Boot Priority и в первом пункте выбираем USB флешку. Теперь нужно сохранить изменения в BIOS. Внизу экрана вы сможете увидеть подсказку, какая клавиша отвечает за сохранение. В моем случае это F10. Нажимаем данную клавишу и видим окно предупреждения. Для того, чтобы сохранить, вводим клавишу Y и нажимаем Enter. Более современные версии BIOS, AWARD, Fenix AWARD, выглядят примерно так. Тут ситуация немного иначе. С помощью клавиши стрелочки вправо переходим во вкладку Boot. Если вы хотите загрузиться CD-DVD диска, то используя клавиши стрелочки вверх и вниз, наведите фокус на строку CD-ROM Drive и с помощью клавиши плюс переместите ее на первое место. После этого сохраняем изменения, нажав на клавишу F10. Ставим фокус на надпись Yes и нажимаем Enter. Если же вы хотите загрузиться с флешки, также с помощью клавиши плюс переместите на первое место строку Removal Device, наведите на нее фокус, нажмите Enter и выберите из списка флешку. Затем, как и в случае с CD-DVD диском, сохраните изменения. AMI, American Megatrends BIOS, выглядит примерно так. Как вы могли заметить, он очень сильно напоминает более современную версию AWARD BIOS. В нем также с помощью стрелочек влево и вправо переходим во вкладку Boot. Если вы хотите загрузиться с CD-DVD диска, то с помощью клавиши Enter, заходим в раздел Boot Device Priority и далее в пункт First Boot Device. Из списка устройств выбираем CD-ROM и сохраняем изменения с помощью клавиши F10, так же как и в предыдущем BIOS. Если же вы хотите загрузиться с флешки, то в пункте First Boot Device выбираем жесткий диск, возвращаемся в предыдущее окно с помощью клавиши Escape, заходим в раздел Hard Disk Drivers и в пункте First Drive выбираем нашу флешку. После этого также сохраняем изменения с помощью клавиши F10. А вот еще один пример AMI BIOS. Здесь переходим во вкладку Storage и заходим в Boot Order. Также перемещаем нужные нам устройства CD-DVD-ROM или USB флешку на первое место. Для этого выбираем устройство, нажимаем клавишу Enter и перемещаем его используя клавиши вверх или вниз. После подтверждаем изменения клавиши F10. Переходим в раздел File, нажимаем Save Changes and Exit и подтверждаем изменения. UEFI BIOS имеет очень много разновидностей. Первый пример это UEFI Gigabit. С помощью мышки или клавиш стрелочек переходим во вкладку настройки BIOS. В разделе Загрузочное устройство 1 выбираем нужное устройство, с которого вы хотите загрузиться. DVD-ROM или флешку USB Hard Drive. После переходим в раздел Сохранить и выйти. Нажимаем Сохранить и выйти из настроек и подтверждаем данное действие, нажав на кнопку Да. Второй пример это Dell Business UEFI BIOS Setup. Тут также все просто. Заходим в раздел General и затем в Boot Sequence. Галочками выделяем нужные нам устройства, после чего в окне справа перемещаем на первое место USB флешку или CD DVD-ROM, используя кнопки стрелочки вверх или вниз. После нажимаем кнопку Apply и затем Exit. После загрузки с устройства нужно будет снова зайти в BIOS или UEFI и поставить обратно загрузку с жесткого диска, чтобы предотвратить повторную загрузку с флешки или диска при каждом включении компьютера. Также для загрузки с флешки или CD DVD диска можно использовать Boot Menu. Его я рассмотрю в следующих видео. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание. Удачи!